Приветствую всех в нашем новом влоге с городских экран. Меня зовут Света, и традиционно второй ролик я записываю вот с этим товарищем. Очень сонный, и такое чувство, что у нас завели какого-то деда, потому что он храпит, сопит, кряхтит, когда ему что-то не нравится, и стоят всячески такие чисто старческие дедовские звуки. Поэтому, думаю, вы будете не против, если он будет немножко тут лежать у меня на коленках и посапывать. Но в этом ролике, прежде чем начать говорить о важной и самой главной теме вынесенных разголовок, я хотела бы поделиться достаточно радостной новостью. Здесь, в Москве, где я сейчас живу со своими другими собаками, у нас впервые появился друг по собачьим прогулкам. Для меня это на самом деле большая радость, потому что очень долгое время, ну около года, сколько я здесь живу, у нас не было здесь друзей, с которыми мы могли пообщаться, понюхаться, погулять, поиграть, как-то социализировать Люсика и так далее, и просто пообщаться с другими собачниками, несмотря на то, что здесь очень много собак, очень много собачников. Но, блин, не все так адекватно и не все так гладко, как хотелось бы. Как, например, было у нас в Костроме, как было в Подмосковье, где я жила раньше, там у нас огромное количество друзей. Да вообще все друг друга знают и все друг с другом как-то гуляют, было очень прикольно. Но здесь что-то мы вот очень давно ходили в одиночку, поэтому это очень большая и хорошая новость для нас сегодня, поэтому можете вас поздравить. И сегодня я хочу поговорить о таком моменте, он, кстати, непосредственно, наверное, будет соприкасаться с предыдущей темой, которую я освещала в предыдущем видео. Не забудьте зайти по ссылочке где-нибудь сверху, посмотреть этот ролик и обязательно оставить свое мнение. Мне будет интересно узнать, что вы обо всем этом думаете. Так, если вы заводите собаку, если вы, например, мечтаете завести собаку, или, быть может, там вторую, то вы наверняка учитываете какие-то минусы и плюсы, которые будут сопровождать вас в течение вашей жизни с животным. И если вы думаете, что самым большим недостатком содержания животного является его недолгий век, я скажу так, что да, конечно, это все очень неприятно, это очень больно, и, ну, все равно, если вы заводите животное, вы отдаете себе отчет в том, что это не всегда, что рано или поздно придет тот момент, когда с ним придется попрощаться. Но в таком случае главную боль вызывает не сам уход животного, а вот именно та самая боль, которая с вами останется. Страшен не сам уход, не потеря, а то, что переживает очень сильную боль. И сколько она продлится, неизвестно. И вот, наверное, вот это пугает. Но в этом видео я поговорю о более насущных и практичных вещах, которые будут сопровождать вас в течение всей жизни вашей собаки и ваших повседневных будней. Это большой недостаток, но также это очень большое преимущество, смотря с какой стороны рассматривать. Но в любом случае никогда не будет все, знаете, перекосом в ту или иную сторону. Я говорю о том, что когда вы заводите собаку, вы заводите новые отношения с социумом, новые отношения с людьми, и вы узнаете свой город, свой район с совершенно другой стороны. Люсика, пущу. В этом нет ничего страшного, но к этому нужно быть, несомненно, всегда готовым. Потому что многие думают, в том числе и я, что если я завела собаку, а я как жуткий интроверт, любящий природу, прогулки в одиночестве, то со мной будет только моя собака, вот ты и я, думаю, с тобой. И мой маленький друг, с которым мы будем гулять, путешествовать, и никакие люди другие нам просто не нужны. Так вот, это очень-очень большая ошибка, потому что когда вы заводите собаку, вы так или иначе будете взаимодействовать с другими людьми и с обществом. Но гораздо чаще и больше, чем раньше. Как бы вам этого не хотелось, ну вот так. Как минимум в первый год жизни, в первый год взросления вашего щенка. Потом, конечно, когда вы будете гулять два-три раза в день, эти контакты немножко сократятся, тем более ваша собака будет уже более воспитанной, более взрослой, но все равно это не снимает вот эту вот ответственность, которую вы взваливаете осознанно на свои плечи. И начнем, наверное, все-таки с некоторых плюсов. Что круто, вы начинаете узнавать людей с другой стороны, особенно если это какие-нибудь прикольные, такие же собачники, как вы, любящие животных, любящие прогулки. Это действительно здорово. Моя Линда помогла мне завести знакомство с новыми, очень приятными людьми. Это достаточно удивительно, потому что я не из тех людей, которые легко заводят там. Я же не говорю о дружбе, но просто какие-то знакомства. Никогда первая не идёт на контакт. Ну, если ко мне человек подойдёт, и доброжелательнее что-нибудь скажет, я обязательно отвечу. То есть я в этом плане совершенно открыта для диалога. Но вот так, чтобы прям идти знакомиться. Нет, а вот собака — это отличный такой способ и поговорить, и знать, что там. Как живут другие собачники, и у них проблемы, и у них история. Это всегда интересно. Поэтому это классно, действительно. И некоторая оборотная сторона заключается в том, что не все любят собак. И очень-очень-очень-очень много людей не любят собак, особенно если вы живёте в городе, в большом городе. И вам придётся с этим сталкиваться в комментариях, возможно, свой адрес не очень лицеприятных. И я не могу сказать, что это очень сильно задевает. Вы понимаете, что не все обязаны любить вашу собаку. Но ведь и не все обязаны любить ваших детей, например. Не все обязаны восхищаться вашим ребёнком, или вашим автомобилем, или вашим каким-то хобби, я не знаю. Если у вас есть мнение, и вам там не нравится чужой ребёнок, ну, вы не обязаны говорить об этом. Там, типа, открыть ли вы слишком, или матом рукается. Ну, оставить это мнение при себе, и всё. Ну, родители ведь не виноваты. То же самое и в отношении собачек. Да, конечно, большинство людей говорят, что там собаки кусают, а собаки гадят. Если вы не убираетесь за своим питомцем, если вы позволяете ему лайк на других людей, там, на собак, и не воспитываете его, и вы не пытаетесь как-то устранить нежелательное поведение, то, ну, в той или иной степени, да, негативные комментарии абсолютно оправданы. Нужно просто постараться поработать над собой, и принять ответственность над своим животом. Как бы это и всё. Вот. И ещё так же, следующий момент заключается в столкновении постоянно, в постоянных контактах с другими собаками и их хозяевами. Поверьте, не всё так радужно. И если вы думаете, что если у человека есть собака, он вас поймёт, как миленький, то нет. Среди собачников традиционно существует просто извечная борьба, битва, кланов, и никто не знает, когда она началась, как, не знаю, столкновение Ромео, кланов Капулетти и... уже как Монтекки. Никто не знает причины, но всё длится по сей день. Это столкновение владельцев маленьких собак, больших собак. Это было, есть и всегда будет. И сейчас, кстати, я нахожусь по обе стороны баррикад. У меня маленькая собачка, у меня шиперки, у меня белая швейцарская овчарка, поэтому я теперь абсолютно понимаю всех. Я теперь, как бы, такой, знаете, маленький миротворец в своём проёме. Ну, посмотрим, к чему это приведёт. Заметила такой, кстати, момент, что маленькие собачки чаще всего предпочитают общаться с маленькими. А я всё думаю, почему маленькие собаки так не любят Майлину, постоянно лают на неё. Как только я выхожу с маленьким, только они так прям доброжелательны к нему. Ну, блин, ну, мне не лишено это смыслу всё. Поэтому, да, вам придётся постоянно контактировать, искать возможные компромиссы, сталкиваться с замечаниями и с негативными комментариями в свой адрес. Это, на самом деле, сплошь и рядом, потому что многие собачники, они такие же, как и вы. Они взвели собаку и подумали, что всё, будут только я и пёсик, и другие люди нам не нужны. Ну, поверьте, так подумал каждый. Так подумал каждый собачник, а то он вышел на улицу, блин, да, таких, как я, полно. И нам придётся как-то враждовать. Конечно, враждовать не стоит. Лучший, наверное, выход всего этого это, наконец-то, блин, помириться и начать, дружить, или хотя бы не дружить, но уважать друг друга. Но, тем не менее, это существует, это есть, и это иногда неприятно. То есть, вы выходите утром на прогулку и какая-нибудь бабушка, у которой там день не взрослся, или у неё может, живот болит, там, бросила в сады, что-то типа, и там загадили всё. И сказала, это вам, там, женщине, которая всегда носит пакетик и брей за своими собаками. Не потому, что вы там плохая, но вы попали под горячую руку и ничего с этим не сделаешь. Обижаться там на бабушку и доказывать, что вы там хорошая, пригожая. Ну, это просто бессмысленно. Но настроение в таких моментах может реально испортиться не на весь день, но на полный. Точно. Я, например, в этом плане очень впечатлительная, поэтому приходится с этим как-то жить. Поэтому, друзья, в заключении, подводя итог к своему монологу, я, конечно же, призываю вас к разумности, к ответственности за своих животных, потому что вам так или иначе придётся сотрудничать с людьми, которые вас окружают, с соседями, и не все из них ангелы, не все из них такие чуткие, понимающие, тактичные люди. Но, как всегда, мой самый первый, главный совет — лучше иногда промолчать, чем пойти на конфликт. Это самый разумный пример, На этом условии я завершаю свой ролик. Надеюсь, вам было полезно и интересно послушать моё мнение и мои истории на эту тему. Если вам есть что сказать по теме видео, обязательно пишите в комментариях, не забывайте заходить в наш инстаграм, а также читать мой авторский блог на Дзене, который называется точно так же, как и этот блог «Псы городских окраин». Пишите свои запросы в комментариях, если вам интересна какая-либо тема. И уже очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока!